И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья. И сегодня у нас в серии «Газовые гиганты с жизнью». Да, вы сейчас, наверное, думаете, слушай, а как могут быть газовые гиганты, да еще с жизнью? Как на газовых гигантах может существовать хоть какая-то малейшая жизнь? Но, насколько мы с вами знаем, в мире Space Engine мы встречали с вами неоднократно газовые гиганты, на которых есть хоть какая-то одноклеточная, либо многоклеточная жизнь. И, как говорят ученые, на газовых гигантов может быть жизнью. Ну, смотри, даже если взять чисто теоретически, когда-то давно на нашей планете Земля жизнь тоже зарождалась, когда была не такая плотная атмосфера, не было кислорода. Ведь хоть малейшая жизнь, напоминание того, что могут зародиться какие-то живые организмы, оно напоминало нам об этом. Так, друзья, короче, газовые гиганты. Начинаем. Итак, где мы будем сегодня искать жизнь? Это в нашем Млечном Пути. Я не буду заходить далеко. И вот первый такой экспонат. Это у нас планета Хип-3454b. Прохладный Юпитер с жизнью. Так, прохладный Юпитер с жизнью. Жизнь у нас органическая, одноклеточная, воздушная. Температура минус 101 градус по Цельсию. Блин, это же просто капец. Ну, какая жизнь здесь может существовать, спросишь ты. Так, подожди-ка. Давай немножко, давай в верхние слои атмосферы мы попробуем с вами спуститься. Конечно, ничего интересного мы там с вами не увидим. Насколько мы знаем, по нашим путешествиям по газовым гигантам, лишь вот такие вот разрозненные облака, водорода и гелия. Блин, и больше ничего. Так, ну давай, подожди-ка. Ой-ой-ой. Это, конечно, это очень было быстро и резко, но ладно. Боже, ты посмотри. 492 атмосферы. Это, блин, это жестко просто. Прохладный Юпитер с жизнью. Так, ладно. А что у нас по диаметру? 150 483 километра в диаметре эта планета. Какая жизнь... Давай поговорим о жизни немножко на таких планетах. Какая жизнь может существовать на таких планетах? Даже если она одноклеточная, либо многоклеточная, органическая, то, естественно, да, она может быть только воздушной. Потому что поверхности на газовых гигантов, мы знаем, с вами нету. Состав это водород и гелий, и поэтому жизнь может существовать только, наверное, в верхних слоях атмосферы этих планет. Конечно, да, организмы уже давно приспособились к жестким условиям на газовых гигантов. Это радиация, это и давление, это и большие быстрые ветра на этих планетах. Кстати, можно еще даже, знаете, немножко порассуждать о том, какие организмы вообще там есть. Ну, я имею в виду того, что, скорее всего, это организмы, они... Это и как вот, ну, допустим, если судить по земле, есть плотоядные, есть травоядные, да, то, скорее всего, есть, конечно, и хищники, и есть и какие-то, наверное, мирные, так сказать, существа. Чем они питаются? Ну, наверное, скорее всего, мирные существа, наверное, какими-то микрочастицами атмосферы планеты, либо, ну, не знаю, водородом, гелием. Ну, а, конечно, хищники, скорее всего, питаются мирными существами, но это всего лишь, опять же, как бы, моя такая догадка и, наверное, догадки ученых. Так, ну, давайте попробуем поискать еще какие-нибудь объекты в браузере звезд. Так, настройки фильтра. Так, главная звезда, это нам не важно, это нам не важно, органическая жизнь, либо одноклеточная, либо многоклеточная. Подожди-ка. Так, атмосфера. Ладно, это все понятно, давай попробуем. Вот, смотри, у нас есть... Так, оранжевый карлик. Я вот так смогу рассмотреть? Нет, это, наверное, скорее всего, мы рядом с этой звездой. Давайте перелетим код... Подожди-ка, оранжевый карлик, двойная. Брау... А, нет, то есть я мог посмотреть, да, я понял тебя. Да, вот смотри, есть теплый суб-Юпитер жизнью. Здесь, кстати, жизнь органическая, многоклеточная, да еще... Да, да еще и воздушная. Так, подожди-ка. Вот за что я люблю суб-Юпитеры в этой игре. Это за то, что они очень красивые. То есть, если сравнивать здесь мини-Нептуны, либо мини-Юпитеры, да, вот суб-Юпитеры, они самые красивые в игре. Посмотри, потрясающий вид, просто потрясающий. Так, ну, конечно же, понятно, у нас, сосав атмосферы H2 и гелий, большего от этих планет не стоит ожидать. Боже, если представить, что там есть жизнь, это просто колоссально, блин. Я тебя умоляю. Довольно-таки, да, плотная атмосфера. Подожди-ка, температура 103 градуса. Если опуститься в более, наверное, ее более нижние слои атмосферы, то, конечно, там температура уже, наверное, начнет переваливать за 100 градусов. Наверное, я думаю, даже тысячи, тысячи, тысячи градусов, и это, блин. А, у нас, кстати, смотри, у нас двойная звездная система, я потому что заметил, одна звезда у нас вот там за горизонтом, и одна звезда осталась здесь. Да, у нас двойная звездная система. Ну, давай чуть ниже спустимся, посмотри, давление растет, температура также растет. Да, мы в нижних уже слоях атмосферы. Ну, атмосфера здесь, я тебе скажу, она плотная, очень плотная, и звезды, либо родительскую звезду мы отсюда уже и просто, ну, не сможем рассмотреть. Ну, немножко заметно передвижение облаков, то есть ветра на этой планете бушуют, насколько мы видим. Чем-то напоминает нам, да, Юпитер, но, естественно, мы не видим здесь большого красного пятна, как на Юпитере. Все газовые гиганты, они похожи прям друг на друга, ну, блин. Так, подожди, давай, ладно, давай еще посмотрим газовые гиганты с жизнью, давай настроимся, наверное, на тысячу световых лет. Так, тысяча световых лет. Стоп. Где у нас? Так, у нас, вот смотри, есть белая звезда, две планеты, две планеты, кстати, с жизнью. Что по планетам? Теплый мини-Юпитер с жизнью. Вот что, в принципе, я и говорил. То есть, Юпитеры, они не так смотрибельны, да, не так красочны, как наши Юпитеры. Ну, можно, конечно, опуститься на поверхность. Кстати, обрати внимание, мне кажется, как будто там есть какая-то поверхность, есть там почва, да. Какой-то грунт. Но нет, это тоже, это тоже газовый, конечно же, гигант. Я так понимаю, мы в самых, наверное, слоях атмосферы, да? Рассеянные облака. Ну, отсюда, в принципе, видно родительскую звезду. Ох, ты посмотри, какая там была колоссальная температура, если я не ошибся. Где-то... Подожди-ка, стой, давай высоту посмотрим. Давай вот высоту сравним. Высота. Так, я так понимаю... Подожди, высота, это у нас практически... Вот сейчас мы уже стали спускаться, да, над поверхностью первых слоев атмосферы, наверное, 36 километров. Давление, ну, не так велико. Но температура уже пошла у нас за минус. Это мы в самом жерле, да ладно, 628 атмосфер давления, температура плюс 553 градуса, но... Высота минус 143. Ну, нет, я думаю, что это мы еще не в самой, наверное, сердцевине планеты этой, этого газового гиганта. Ладно, подожди-ка. Давай посмотрим дальше. Хип 143.12. Это не то. Ну-ка, стой. Можно даже вот так по-быстрому это все пролистать. Криогенный супер-Нептун, но он нам не так интересен, как какой-нибудь супер-Юпитер, да? Криогенный суп... Суб-Нептун? Нет, это все не то. Вот это вот будет, я думаю, интересно. Холодный супер-Юпитер. Да ладно. 90... Сколько? 92 луны. Нет, ну... Подожди, стой. А, нет, у нее луна с жизнью. Нет. Это не то. Нам... Ну-ка. Триогенный супер-Юпитер. Я так и думал, что нужно перелетать, наверное, в другую галактику. Вообще, насколько мы знаем, что большинство планет по вселенной это, конечно же, газовые гиганты. Так, умеренный Нептун с жизнью. Вот это вот будет, в принципе, интересно посмотреть. Да, вот это вот, ну, это, конечно же, да, это идеальная красота. Посмотри, какой он красивый. Боже. Боже. Состав, да, это все тот же водород и гелий. Органическая одноклеточная воздушная жизнь. Мне интересно знать, почему называется умеренный Нептун? Почему не просто Нептун с жизнью, а умеренный? Ребят, если знаете, напишите в комментариях ваши догадки. Ну, наверное, вот с этого ракурса, вот с этих синих облаков, синей атмосферы, не знаю, будет очень интересно все разглядеть. О, боже. Да, прекрасно. Кстати, посмотри, мы, по-моему, в самой сердцевине шторма, нет? Ну, здесь не видно ни родительской звезды, конечно, ничего такого, боже, что я как бы рассчитывал рассмотреть давление, соответственно, колоссальная, температура тоже. Хотя мы даже, смотри, при подлете, всего лишь при подлете к первым слоям атмосферы у нас уже давление растет и температура уже здесь минус 161 градус. интересно, да. Так, браузер звезд, подожди-ка, ну-ка. Я все-таки хочу найти еще какой-нибудь газовый гигант с жизнью. Теплый мини-Нептун. Криогенный супер-Юпитер. Нет, у него, по-моему, да, там на лунах жизни. Ну, есть вот такой вот интересный, я смотрю, мини-Нептун с жизнью. Посмотри, как близко находится родительская звезда. Ну-ка, стой. четвертая планета от этой звезды. Нептун. Да, кстати, такие же, по-моему, шторма, которые длятся уже несколько столетий, насколько мы знаем, как на Нептуне. Ну, кстати, если сравнивать супер-Юпитеры и умеренные такие мини-Нептуны с жизнью, то, в принципе, Нептуны, я соглашусь так, что ничем не уступают супер-Юпитера. Ну, по крайней мере, по красоте. Боже, они великолепны, да. В самом деле, да, это красочно. Ну, что ж, наверное, на этой веселой ноте я закончу свою серию. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, пишите свои комментарии. Обязательно подписочка на канал, жмите колокольчик, дабы не пропускать моих новых видео, друзья. И помните, космос и Вселенная бесконечны, и мы только начинаем свое путешествие в нем. Все, друзья, всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok